На площади флага уже начали монтаж сцены. Это одна из главных площадок, на которых развернутся праздничные гуляния по случаю Дня города. Поэтому и обход центральной части курорта начали с улицы Новогинской. Из замечаний к ответственным за ее благоустройство. Где-то мусор, не вывезенные после обрезки деревья, где-то открытый люк. Так центральный сквер и главная прогулочная зона курорта выглядеть не должны, настаивает мэр. Неужели подправить это нельзя? Я еще раз говорю, ну главный сквер города. Неужели его привести нельзя в порядок? Потропиться должны подрядчики, которые работают с теплоэнерго и ремонтируют на Новогинской коллектор. В разгар дня на месте даже нет рабочих. Вопрос Анатолий Пахомов решает по телефону. Дает поручение ускориться. Я приду, проверю. Не к вечеру, а завтра к утру, но чтобы было сделано. Сделал замечание Анатолий Пахомов и озеленителям. Некоторые клумбы на Новогинской выглядят неухоженными и заброшенными. Их еще не успели привести в порядок после прошедших сильных ливней. Успеть нужно до Дня города ставить задачу глава курорта. Продолжился обход по улице Воровского. Мусор нужно убрать, а вот к благоустройству замечаний почти не так много. Предприниматели уже украсили витрины осенними листьями, согласно концепции оформления городской среды к предстоящему торжеству. Силами города и местных предпринимателей здесь появилась и вот такая клумба. Альпийская горка – сочетание белого камня с целым букетом различных растений. По ассортименту я могу сказать, что здесь применяются и Агавы, и Эрика, и прекрасные фатини на штамбе. То есть это такой узелок в нашем городе появляется, где люди будут просто приходить и понимать, что они находятся в уникальном, прекрасном городе Сочи. Новые клумбы также появились на улице Островского. Сразу после обхода поручения мэра начали выполнять и на улице Новогинской – восстанавливать клумбы. Времени осталось совсем немного. Уже в субботу здесь пройдут праздничные гуляния.